Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений. Сегодня, поскольку понедельник в 16.00 по московскому времени, состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», в ходе которого мы разберем ключевые фундаментальные события прошлой недели и посмотрим на основные тенденции. Это как бы основная тема, которую я обязательно освещу для вас. Но если, опять же, нужно сделать акцент и детализировать что-то конкретное, я предлагаю вам сегодня по старой доброй традиции поучаствовать в нашем опросе в телеграм-канале. Вам будет предложено несколько тем на выбор и та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральным в ходе моего сегодняшнего выступления. В целом, друзья, очередную неделю открываем довольно-таки неплохо. Индекс доллара снова стремится в район 109 пунктов, хотя мы уже некоторое время назад свыклись с тем, что более оправданными и фундаментально обоснованными уровнями для индекса доллара являются уже значения 110 пунктов. Я почти не сомневаюсь в том, что ближайшие две недели, которые связаны с двумя ключевыми фундаментальными событиями. С начала этой недели, собственно, уже завтрашней торговой сессии данные по инфляции в США. И ровно через неделю, 21 сентября, состоится заседание американского регулятора, где, собственно, и будет приниматься само решение по ключевой процентной ставке. Если ориентироваться на те рыночные настроения, которые есть на рынке прямо сейчас, то, конечно же, трейдеры закладываются под то, что ФРС пойдет дальше. И ФРС будет повышать ставку, будет делать это довольно-таки агрессивно. Под агрессивным повышением процентной ставки я сейчас как раз подразумеваю возможностью роста на 75 базисных пунктов. С прошлой недели перед отчетом по инфляции, который выйдет завтра, у нас очень хороший бэкграунд, собственно, хороший фундаментальный багаж. Во-первых, это отчет АСМ в сфере услуг, который продолжил традицию и серию сильного релиза по производственному сектору тоже от АСМ. Сфера услуг не разочаровала. Первичные заявки на пособие по безработице снижения за неделю на 6 тысяч – это хороший показатель. Обычно мы не разбираем первичные заявки, потому что это все-таки такой второсортный релиз. Но сейчас, наверное, нужно делать акцент на каждый более-менее значимый отчет, потому что, в целом, на основании этой статистики мы с вами оцениваем вместе со всеми участниками рынка возможностей и вероятности какого-то агрессивного шага от американского регулятора по ужесточению монетарной политики. И поскольку первичные заявки на пособие по безработице публикуются каждую неделю, конечно же, на основании последних двух недель можно сказать, что, судя по всему, этот месяц будет еще одним неплохим в целом для американского рынка труда. И в первых числах октября, когда мы будем разбирать сентябрьский Non-Farm Perils, я думаю, что статистика будет довольно-таки неплохой. Было много комментариев представителей американского регулятора, в частности, главы Чикаго Чарльза Эванса, который подтвердил, что он будет голосовать за повышение ставки на 75 базисных пунктов. Было выступление заместителя председателя ФРС Лайль Брейнард, которая, кстати, первой из представителей американского регулятора сейчас стала уже подсвечивать уровень нейтральности процентной ставки, до которого может вырасти ключевая ставка, не на отметке 3,75-4%, а пошла дальше, обозначив возможностью повышения до конца этого года до 4,25%. Помимо ее комментариев, примерно точно такие же, если не придираться по формулировкам, были заявления от Джорджа и Уоллера. Но они, насколько я знаю, не обладают правом голоса на следующих этапах голосования, поэтому в целом их, наверное, точки зрения нам интересно просто для общего понимания того, что думают ключевые чиновники американского регулятора. Ну и самое главное, пожалуй, это выступление Паула, который снова сделал акцент на важность и первоочередность задач для регулятора борьбы с инфляцией, протяжении стабильности цен. Он правильно отметил, что если американский регулятор сейчас проиграет вот эту вот борьбу с инфляцией и не сделает так, чтобы инфляция довольно-таки быстро пошла на спад, и если инфляция останется на повышенных значениях выше целевого ориентира больше, например, года, это может привести к тому, что индекс потребительских цен и высокие значения этого индикатора станут самоподдерживающимися. Пожалуй, это ключевой риск, который сейчас вот прям навис над американской экономикой. ФРС это прекрасно понимает. Поэтому, несмотря ни на что, каждое заседание мы видим то, что ФРС идет все равно дальше, делает шаг вперед и повышает процветную ставку. После такого рода заявлений смотрим снова на инструмент FedWatch, друзья, от Чикагской биржи. И сейчас вероятность повышения ставки оценивается чуть ли не в 80%. Я думаю, что это уже анонс того, что в 21 сентября мы получим это решение, о котором говорим уже в течение длительного периода времени. Но сперва нужно дождаться завтрашнего релиза по инфляции, который очень сильно повлияет на динамику доллара и станет источником повышенной волатильности. Поэтому ровно за день до выхода этого отчета, хотя у нас перед выходом этой статистики будет еще завтрашний брифинг, но я вас заранее предупреждаю, друзья, что сейчас нужно как никогда контролировать риски и следить за загрузкой ваших депозитов. Если вы вне сделок, не торопитесь открывать их сейчас, потому что в ближайшие два дня, как я только что отметил, волатильность будет существенно выше средних значений. По индексу доллара, как резюме, оставляем цель движения выше 110 пунктов. Золото 1710, я думаю, что уже в рамках сегодняшней торговой сессии будет повторный тест поддержки 1700. Дальше, соответственно, будем смотреть в зависимости от того, какие цифры по инфляции выйдут завтра. Рынок нефти 91.53. Локальный сейчас рынок снижается, находясь под давлением комментариев США о том, что они готовы под конец этого года снова реализовать дополнительные объемы нефти и стратегических резервов. И основная причина, опять же, я думаю, что мы в этом как раз сможем увидеть еще бычий фактор даже. Основная причина этих заявлений – это ожидание того, что осенью и зимой рынок нефти начнет снова обновлять локальные максимумы из-за того, что уже в конце октября вступят окончательно в силу все решения, относящиеся к прошлым пакетам финансово-экономических санкций, предполагающим запрет на поставку российских углеводородов. И рынок столкнется в условиях периода и сезонности, когда спрос растет с ограниченным предложением. Вот на это как раз и делается ставка аналитиками США, которые допускают возможности вынужденной продажи нефти, чтобы остановить потенциальный рост котировки. Я пока что рекомендую держаться вне рынка. Собственно, ищу точку входа по-прежнему, друзья. И когда она будет найдена, вы первыми об этом узнаете. Европейская валюта 1.0073. Несмотря на решение Европейского центрального банка повысить ставку на 75 байсных пунктов, мы все равно прекрасно понимаем, что энергетический кризис, он будет нейтрализовывать все положительные пары в евро, поэтому евро будут продавать. Существенно выше текущих уровней мы уже вряд ли уйдем, поэтому я рекомендую, в принципе, использовать уже текущее значение, чтобы открывать короткие позиции, если вы ранее этого еще не делали. Доллар канадец 1.3033. Я хотел дождаться отчета по рынку труда Канады в прошлую пятницу. И на ее, на основе, опять же, ожиданий сильных данных, хотелось бы добраться до уровня тейк-профита 1.2950. Но не вышло. Собственно, отчет разочаровал. Уровень безработицы вырос с 4.9% до 5.4%. А занятость сократилась уже, по-моему, четвертый месяц подряд. В этот раз спад был в районе 40 тысяч. Это плохая статистика, которая внесла свою негативную лепту в динамику. Сейчас котировки по паре 1.3033. И я рекомендую, друзья, фиксироваться, оставить пока что покои канадца и сосредоточиться на золоте, на индексе доллара и на европейской валюте. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.